Друзья, вот вы любите острое? Вот я люблю. Вот сербы молодцы, конечно. Я просто удивилась, настолько это было вкусно. Ммм, ну это классно. Это программа о любви. О любви к жизни. Диктор делает. Привет, друзья, привет вам, уважаемые зрители программы Диктор делает. Гастроприключения продолжаются из братской Фербии. Нас здесь действительно любят. Я нахожусь в воеводине, в городке Сремские Карловцы. Сремские Карловцы известен миру не только своей любовью к русским, он еще известен своим замечательным вином Бермет. Дело в том, что в этом маленьком уютном городке есть винарни, которые были поставщиками Бермета на Титаник. И есть такой факт исторический. На дне Атлантики, в трюме Титаника, до сих пор лежат бутылки этого замечательного вина. Но мы с вами здесь сегодня не только за этим. Дело в том, что нас с вами пригласили на обед. На обычный балканский обед. В Сремских Карловцах живет очень много людей, которые очень здорово умеют и любят готовить. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день! Добрый день! Добро пожаловать! Серьезно, слышите русскую речь? Сегодня будут особенности. Меня зовут Татьяна Ларина. Но по моему паспорту я швейцарка. Жила в Швейцарии почти всю свою жизнь. И сейчас переехала в Сербию. И по климату, и вообще по душе сербский народ очень похож на русских. Татьяна Ларина – это русский человек. Это русский человек, живущий здесь, в Сербии. Да. Сегодня мы будем готовить балканский паприкаш. Поскольку мы находимся в Среме, а Срем – это специальное какое-то подручье Сербии, которое отличается от всех сербов. Мы живем почти на границе с Венгрией. И поэтому здесь паприкаш, гуляш – все здесь заступлено в кухне. Таня, что такое Срем? Вот я думаю, что люди не знают. Срем – это подручье, которое находится на Воеводине. Воеводина, между прочим, это автономная земля, у которой есть даже своя власть в Субботице. И архитектура, и обычаи – все взято понемножку со всех вот этих самых лучших традиций. Это считается одной из самых простых, быстрых, бюджетных блюд для большой семьи и рабочих. Обычные хозяйки здесь готовили такой большой ланат или кастрюлю с этим паприкашем. Для этого нам нужно мясо. Мясо может быть любое, только не говядина. Морковка, лука – много. Томатный сок сюда не идет. Сюда идет молотая сладкая паприка. Блюдо очень простое и быстро готовится. Это самое важное. Сербы, конечно, у них не готовится три блюда, как у нас. Компот – первое блюдо, второе блюдо. У них в основном идет одно блюдо. Или черба, или только мясо, или картошка, или салат с мясом. Но, во всяком случае, мясо у них на кухне заступлено где-то 70-80%. Сервы, особенно в среме, без мяса завтракать не садятся. Без мяса и яиц. Сначала режем лук. Лук может быть больше, может быть меньше, но, во всяком случае, лук очень важен. Мы сегодня будем делать этот паприкаш с таким луком, который нарезан покрупнее. Теперь порежем морковку. Морковку будем резать покрупнее. Можно на квадратики. Я это блюдо поела в Боснии, первый раз попробовала. Я просто удивилась, настолько это было вкусно. Значит, это синдерей. Только он не в корне, а он такой у нас трубчатый. Немного, потому что он может уничтожить вкус. И выйдет, как говорится, только синдерей у нас по вкусу. Он очень сильный. Сильный, да. Сейчас можем порезать паприку. Паприку можно сделать поменьше. В следующий этап мы сейчас будем разогревать масло. И все это нужно обжарить не до розового цвета, а просто, чтобы они были, как говорится, глазированные такие. Чуть-чуть просто, чтобы ухватили вот эту температуру. Друзья, обратите внимание, что сейчас это все пока похоже просто на обыкновенное начало готовки супа. Но, наверное, есть какие-то хитрости впереди, да? Да-да-да-да. Секрет откроется позже, когда у нас будет готово мясо и овощи. Сейчас мы все это ставим в разогретую кастрюлю и все это перемешаем. Я мясо от кусти не чищу, потому что это даже очень красиво и вкусно, и приятно, когда вы вытаскиваете этот кусочек, и вот так вот оно спадает с косточки. В Сербии ставится все с косточками. Вот, посмотрите, вот так вот должно все это выглядеть. Ой-ой-ой. Сейчас мы ставим мясо. Тоже не надо ждать, чтобы оно было обжаренное или зажаренное, просто чтобы поры затворились, и тогда мясо будет сочное и вкусное. Какова семантика слова паприкаш? Почему паприкаш? От слова паприка? Что значит паприка? Я думаю, что да. Красный перец, острый, сладкий, и, конечно, обязательно должна быть и свежая паприка. Все, что с паприкой связано. Друзья, хочу сказать, что паприка для многих вообще неизвестный фрукт такой, овощ, да? Это перец, это обыкновенный перец, потому что не все, наверное, знают, что паприка, если слово сербское. Сейчас у нас мясо уже готово. Засыпаем сладкой паприкой. О, красота! И перемешиваем. В красной паприке очень много витамина Э. А витамин Э, мои дорогие хозяюшки, вы знаете, что это такое. Это молодость и красота. Вот так и никак иначе. Кстати, друзья, записывайте рецептик. Это очень прекрасное, простое блюдо. Оно наполнило эту кухню ароматами, и я вам скажу, что я уже предвкушаю. Я понимаю, как будет вкусно. Следующий этап. Должны все это покрыть водой. Воды должно быть чуть-чуть побольше, но по цвету он должен быть таким. Таким рыжим, да? Да. Без томата, без ничего. Поскольку мы находимся в Среме, это, конечно, совершенно другая часть Сербии. Это воеводина, это богато, это сытно. В основном люди здесь действительно стараются наслаждаться едой. Люди здесь очень красивые. Между прочим, вообще нет людей толстых. Значит, поставим лавровый лист, немножко. Черный перец. Молотый, сухой, острый перец. Это все, что нам нужно. И соль, конечно. Действительно, наши культуры, сербская и российская, сличные, сличные языки. И, наверное, кухни тоже сличные. Но есть эти маленькие различия. Вот ради них, собственно, мы сегодня и собрались, чтобы понять, в чем хитрости сербской кухни. Посмотрите, вот так вот наше мясо должно бурно кипеть. А теперь мы подходим к самому главному процессу, что паприкаш делает балканским паприкашем. Это яйца. Сербии делают больше, конечно, и мяса, а больше и теста. И, конечно, чтобы можно было, как говорится, хорошо похлебать. Разбиваем яйца. Яйца у нас домашние. Здесь, что самое интересное, курицы кормятся зерном. Кукурузным зерном, которое действительно природное, без всяких там витаминов, без всяких додаток. Поэтому желтки такого цвета. Друзья, ну вот обратите внимание, вот посмотрите, да, вот как устроены эти сербские яйца. Вот видите, я специально подошел к окну, чтобы не врать с цветом. Это действительно какой-то очень желтый цвет. И это действительно настоящее такое простое домашнее яйцо, сербское яйцо. Вот оно вот такого цвета. Сейчас начинаем взбивать веничком. И то желательно, чтобы была такая красивая пеночка. Напоминаю, друзья, что вот это взбивание не случайно. Это начало тех самых тайных преобразований этого сербского супа, этого паприкаша, да, который начала Татьяна. Продолжаем движение. А тем временем у нас тут красиво. Красиво как выглядит. Друзья, пока мы здесь готовим, у нас небольшая пауза, мясо еще не подошло. У меня есть вопрос. Татьяна рассказала о сербских женах. Вот есть такое понятие, я хочу об этом спросить. Это очень важно, кому-то точно пригодится. Хозяйки здесь, конечно, в сербе самые такие... То есть хозяйственная жена? Да. И здесь они славятся этим? Да. И выпечкой, и готовкой, и по дому, в огороде, как говорится, на первом плане. Друзья, если будете искать себе в Сербии жену, мотайте на ус, да, берите себе сремицу. Сремица по-русски это хозяйственное, да. Срем это как бы сельскохозяйственное такое место, где люди живут трудом на земле. А сремица это жена, девушка, та, которая хозяйственная, которая выросла и знает все принципы ведения домашнего хозяйства. Наши яички взбиты в пеночку, и мы потихонечку начинаем мешать и вводить в муку. Мука и яйца? Да. Самое главное, что это не должно быть твердым. То есть вот такая консистенция? Нет, это уже твердый. Сейчас еще будут давать воды. Пожиже должно быть, да? Да. Это тот самый секретный... Это тот самый секретный... Ингредиент. Вот так вот это должно быть. Как на ладушке. Как сгущеночка. Да. А сейчас я буду вводить самое важное. Фрагментами по ложечке, да? Фрагментами ложечки по ложечку, да. Желательно, чтобы они шли одна к другой, а не одна на другую. Самое важное, вам не нужно все тесто выкладывать сразу. Вот они должны чуть-чуть провариться, чтобы они не лепились... Как аппетитно. Второй слой. Друзья, обратите внимание, ну это аппетитнейшая вещь. Смотрите, какая интересная технология. Вот сейчас идем уже третий раз. Выкладываем. Так, сейчас посмотрите, как это должно выглядеть. Они схватились. Они схватились. Их уже можно чуть-чуть помешать. Вот сейчас посмотрите, какой у нас получился вот такой, как супчик. Петрушка всегда идет под конец, когда мы кастрюлю убираем с огня. Для тех из вас, кто решит повторить этот замечательный сербский балканский рецепт, скажу вам, что мы ждали 40-45 минут, не больше. И уже все готово. Поэтому это достаточно быстрое блюдо на большую семью. Друзья, я вышел на улицу, потому что Татьяна сказала, что этот обед невозможен без кислой сербской капусты. Капуста, да. Капуста есть? Да. Это идет как салат. Друзья, вот вы любите острое? Вот я люблю. А выглядит все очень и очень симпатично. И все-таки это такой суп. Друзья, я не мог дождаться этого момента. Да, сегодня мне придется отдуваться за двоих, потому что Татьяна пастится. Смотрите, какое великолепное, нежное блюдо. Это тот самый паприкаш, в котором вот эти вот клетки замечательные. Ммм, ну это классно. Это мука с яйцом. Это очень вкусно, текстурно. Замечательный бульон. Вот сербы молодцы, конечно, придумали. Адаптировали блюдо и получился вот такой балканский паприкаш. И Татьяна, самое интересное, да, ингредиенты. То, что вы сделали, это, конечно, те самые клетки. Они украшения этого прекрасного блюда. Накормите своих близких таким замечательным паприкашем. Рецепт у вас есть. Может быть, кто-нибудь приготовит. Может быть, кто-то удивит своих родных. Так что до следующей встречи. А удивиться, правда, есть чему. Я съел тарелочку, и я вам скажу, что это невероятно вкусная штука. Спасибо, что были с нами. Привет вам из Сербии. Гастроприключения продолжаются. Вот такой сербский обед. И, как говорится, в Сербии живели. Живели. Рецепт у вас. Рецепт у вас. Рецепт у вас.